здравствуйте это маруся загорская программа где мы не врём честное слово сегодня мой гость неутомимый критик отрасли в которой он работает и своих коллег но вот делает он это как-то так что никому не обидно ну или если обидно то не очень сказал что реклама плохая фильм 50 ттенков серого гораздо более оскорбительный в этом ключе других-то тем нету секс естественно очень важная тема низкопробная и похабная рекламной кампании если она трогает значит она ну она действует самое милое что вообще я о нем слышала это одиозный еще больше грязь только уже в прямом смысле кто плохо старается не знаю данил привет привет вот когда думаю о тебе сразу вспоминаю фильм служебный роман там была такая героиня шурочка и про нее говорили хорошая женщина но активная вот ты в своей работе парень хороший но активный не тяжело тебе вообще слышать тяжело на самом деле тяжело мы же не врём да мы же тяжело признаю тяжело то что мне кажется что я вообще не активный проблема у тебя есть вот с тем что ты такой честный и неутомимый критик да наверное слушай нет конечно критиковать без спросу не очень круто но ты это делаешь а я это делал да раньше еще больше делал на самом деле сейчас подуспокоился потому что все время все время критиковать это можно прийти к состоянию что все вокруг плохо слишком и ты и ты и сам ты ничего хорошего не делаешь в итоге поэтому как-то поменьше стал ну вот одна из последних историй которую ты покритиковал это история с как ее назвали сексистской рекламой но вот насколько вообще адекватно для тебя было критиковать эту рекламу если панк ю сами не гнушаются прибегать темы к теме и секса и ну каких-то каких-то острых вообще историй вот и про пряник я даже не про пряник а больше про панк ю вот у вас у самих совести нет это девушек снимаете обнаженных то еще что-то такое а тут вдруг вот раз и высказал так я же за рекламу то высказался не против же ну ты сказал что реклама то плохая в итоге нет реклама она это этикетка она она как бы окей она нормально она просто не настолько значительная как представили ее противники ну то есть ты ты считаешь что эта реклама хорошая а почему тогда написал что плохая но это у тебя что было такое желание хайпануть там на такой истории на громкой почему но я скорее написал что она никого не оскорбляет и она то есть ничего вне запретного такого нет она она обычная обычная для крафтового пива для этой категории эта этикетка там кто-то оскорбился ну фильм 50 ттенков серого гораздо более оскорбительным этом ключе и что-то я не помню толпы людей с лилами около кинотеатров ну вот знаешь с другой стороны а других то тем нету ну вот почему постоянно секс секс какие-то физические проявления человека там туалетная тематика смерть рождение это темы которые все касаются всегда поэтому секс естественно очень важная тема как говорится не может что-то продать используя животных детей или секс в рекламе но вот почему-то между животными детьми и сексом конкретно в нашем регионе вот к теме секса почему-то очень часто прибегают но вот как человек изнутри ну объясни мне почему я не очень понимаю я думаю наш регион не сильно в этом отличается то есть у нас просто мы просто в повестке это находимся поэтому ты чаще слышишь про наш регион а так-то все в абсолютно обращаются эти уверяю были гораздо хуже случаи гораздо более похабные пошлые низкопробные в других регионах тоже на эту же тему у нас то еще вот конкретно с пряником злосчастным еще не так плохо все ну вот ты сейчас говоришь как человек из сферы рекламы а вот если я сейчас прошу как данила родителя вот ты данил отец и отец дочери да вот подрастет ульяна и допустим и скажет пап ты знаешь я хочу быть моделью и первая реклама в которой я снимусь это будет реклама некоторых услуг например или допустим пылесоса с каким-нибудь слоганом вроде сосу за копейки ну и конечно же ульяна будет голая грудь вот что ты на это скажешь свою дочери ты знаешь наверное я одобрю это потому что это ее решение то есть такой а ну окей я предупрежуешь какие могут быть там последствия от этого еще что то и носит согласие с ее ты все то пожалуйста почему нет то есть ты прям вот абсолютно спокойно отнесешься что твоя дочь может стать лицом такой ну там какой-то низкопробной похабной рекламной компании ну я конечно если она снова посоветуется посмотрю что за реклама может быть но на данный момент я ничего в этом плохого не вижу то есть если она согласна сниматься если это весело если и в удовольствие то пожалуйста пусть снимается вот конечно я там и смогу дам совет какой-то мне так часто спрашивали мне раньше говорили когда мы делали какую-то рекламу да там подобного тоже толка там реклама весны где девочки в пальто были там еще какую-то рекламу для гибдд где девочка призрак обращается к водителям мне говори тоже ужасно вот я как мать это ужасно а вот у вас нет детей игры нет пока нет а вот если бы были вы бы такую рекламу не выпустили но вот сейчас у меня есть дети я смотрю на эту рекламу думаю да нет выпустил бы потому что она да она меня сейчас трогает по-другому немножко да мне более страшно там за дочь потому что я это все переношу но почему такую рекламу не выпустить если она трогать значит она ну она действует но я еще помню что ты очень жестко высказывался как раз о том что реклама допустим не может как-то повлиять на человека не может его воспитывать и тем более не может воспитывать там чужого ребенка но вот как ты считаешь как-то реклама которая есть в нашем городе она может все-таки повлиять ну если не на поведение то хотя бы на вкус твоей дочери ну я надеюсь моя дочь не будет ограничена только нашим городом все-таки в плане формирования ее вкуса но я буду делать все чтобы вкус воспитывать не знаю рекламу нашем городе конечно пока не очень вкус воспитывает в целом почему-то например спокойно как ты говоришь относишься к рекламе сексуальной не считаешь ее оскорбительной с другой стороны например ты назвал унижающей женщины мужчины рекламу фитнес-клуба где говорили о том что давай скорее худей иначе будешь некрасивая не будешь замуж вот я объясню меня лично эта реклама не обижает потому что как ты видишь это не толстый вот наверное я не знаю я не знаю если был поздно обиделся бы или нет но проверить пока нельзя мне эта реклама вот конкретно она меня расстроила тем что она очень прямолинейный в лоб она понимаешь она она в лоб бьет там прям вот к целевой аудитории прям ее на крючок такой цепляет толстый и говорят смотри ты вот ты урод поэтому иди тренируйся к нам вот это плохо будешь никакой нет вот изящности никакой нет ничего просто в лобешник оскорбить ну оскорбили и все и так игре даму вас оскорбили потому что вы такие вы этого заслуживаете да да приходите к нам может вы станете лучше а может и нет то есть оскорбить в лоб это не вау а оскорбить вот так вот изящно мне кажется это надо уметь то есть это допустим потом ну наверное лишь про деформированными на рекламы я все время ее придумываю естественно какие-то вещи низкопробные мы там я стараюсь отметать какие-то там в лоб вещи а какие а вещи изящные мне вызывают больше восхищения разве есть разница между рекламой которая в лоб оскорбляет реклама которая оскорбляет изящно слушай наверное нет просто к рекламе в лоб всегда больше претензий допустим москве делали рекламу какой-то магазин одежды детской делал рекламу что типа кто не в нашей одежде от лох но прям так писали и их сразу сразу убрали оштрафовали на большую сумму то есть вот реклама в лоб моментально вызвала резонанс а реклама которая там условно сосу за копейки но она правда раньше была она вот она там не вызвала резонанс и более тонкой рекламам меньше вызывает резонанс потому что может она не такая заметная и она не такая понятная может быть тем людям которые могут оскорбиться ну у нас же вообще очень узкий рынок насколько я понимаю даже в масштабах россии все равно все люди которые делают рекламу это там 57 12 агенции друг друга в лицо знают ты со своим мнением вообще когда-то попадал в то что себя например там не приглашали на какие-то мероприятия или говорили давай выйдем поговорим мне такого не было конечно я всегда достаточно деликатно высказываюсь как мне кажется почему ты вдруг стал заниматься рекламой творчеством но просто это уж совсем не ложится на юридическое образование потому что ну чтобы стать юристом это прям прям нужно сильно хотеть много учить много-много учиться а потом вот это все закопать чтобы рисовать котики машинки ну уж котики машинки не только котик слушай ну на юрфак я пошел потому что родители сразу настраивали как-то не было вариантов куда вообще идти вот рисовального у нас ничего особо не было кроме училища он я туда не хотел идти потому что надо ездить далеко главного тайска вот и все да действительно на юрфаке то ты временами впахиваешь временами нет но было как бы не сильно просто мне было интересно потому что там там вообще на юрфаке я понял потом что не важно там знаешь что наизусть закон или нет ты главное понимаешь как устроено общество то есть в этом плане вот это очень круто оказалось в принципе начинаешь понимать расклад весь что можно что нельзя кто за что отвечает как взаимодействие происходит какому там какому институту относятся вот это взаимоотношение что можно в этом случае сделать вот вот этот момент я приобрел и мне от этого очень круто то есть потом было просто с первого курса я рисовал и видел видео и делал сайты сам для себя потом за деньги потом для друзей ты же учился их магистратуре юрфак да я не наверное не могу ответить даже себе на этот вопрос зачем я пошел магистратуру меня позвали я пошел вот это была первая магистратура там мне сказали давай иди круто а я еще видишь я еще там занимался на факультете журнал где выпускал отвечал за мероприятие одно время все ими как-то оттуда уходить даже не хотелось там было сюда классно устроена журнал бы вы все мы что-то делали веселились я поэтому остался магистратуре а почему в итоге с профессия не сложилось но я когда выпустился я понял что я буду юристом весьма посредственным скорее всего я вот не знаю не люблю занудно ковыряться в этих всех хитерсплетениях законов плюс меня в принципе некая грязь отталкивала можно же было не становиться юристом ходить по сюда можно было пойти по классной стезе следователя например мне это не нравилось я прошел практику в прокуратуре съездил на самоубийство просил самоубийц там читал записки видел фотографии и мне не хотелось с этим иметь дело как-то так получилось что ну практически самого появления панк ю вы как-то так лидирующие позиции заняли сами для себя делаете какие-то выводы почему так получилось но у меня и мне иногда кажется не умоляя ваших заслуг что ну просто настолько у нас все голой и никого нет что вот первые ребята которые вдруг начали просто этим заниматься они стали главными но мы же не первым на самом деле были ты права здесь действительно почти никого нет но все таки кто то есть вот мы когда начинали у меня лично было в голове что надо делать нам лучшего в мире там в мире отдал идет лучшее в мире все а потом я разговаривал с ребятами которые ну там где-то начинали вместе с нами или уже были когда мы обосновались основались а я спрашивал почему вы например вот там вот не делайте вот это а просто сидите делайте то что раньше делали почему вы там вот вот это смотри вот это они говорят да знаешь да зачем нам и так окей мы там какие-то деньги зарабатываем там ездим в отпуск два раза в год нам нам нас так устраивает то есть принципе ну устраивало наверно поэтому никто ничего не начал делать не было лишь не было среды никакой не было индустрии которая могла на это все влиять мы сразу начали знакомиться с коллегами из отрасли там из других городов и это нас подстегивало тоже потому что мы индустрию туда видели здесь не индустрии не было действительно нет ни на кого было равняться ну казалось бы ты такой неординарный персонаж но когда мы говорим о твоем бизнес-партнере самое самое милое что вообще я о нем слышала это одиозный вот на протяжении стольких лет вы вместе работаете никогда у тебя не было желания с ним развестись ну или хотя бы убить слушай но мы с ним на работаем ну конечно бывают всякие периоды волнообразных и ссорились и ссоримся и миримся вот но находим общий язык какой-то не знаю да он он талантливый и необычный и у него свое мнение и отношение к другим мнением определенное но и в общем-то и у меня также то есть по крайней мере отношения ко мнениям другим нетерпимой достаточно ну ну то есть не было такого желания например уйти и создать компанию где будет единственно верное мнение и она будет твое и не придется в сложные периоды конечно такое приходит в голову как многие другие мысли но это лишь минутная как бы слабость все равно все равно одному очень сложно и какие-то решения условно говоря знаешь есть такая фраза что если у двух учредителей двух партнеров бизнесе одинаковое мнение то один из них не нужен просто вот и все поэтому разность мнений составляет вот это ядро смысловое а если ты будешь один ну ты не не сможешь проверить вероятно половинтовых решений будет неверно но если бы у тебя грубо говоря ты был уверен в коммерческом успехе например собственной вот и единоличной компании ты бы ты бы хотел вот быть королем своей компании ну наверное нет у меня как-то к этому королевству нет тяги и как-то нет у меня все таки всегда как командная была тяга работать и один успел поработать один и поверь это не так весело ну кстати я знаю что ты любишь повеселиться а я знаю что у тебя очень ну на мой взгляд для взрослого человека очень странное увлечение допустим видеоигры как человеку которого время но относительно средней зарплаты в нашем регионе стоит очень дорого может потратить не час не два например там сколько-то дней на то чтобы на то чтобы в качестве ведьмы убивать каких-нибудь оборотни ведьмака во первых таких как я много людей то есть вот именно чуть-чуть за 30 у кого детство как раз было с приставками с самыми первыми связано их вот нас таких вот много я не это приличный человек с виду конечно все это мы все приличные ну смотри на самом деле я так вот раньше так думал что я не эффективно трачу часы свои я не эффективно трачу время а мог бы не лежать мог бы не играть мог бы что-нибудь полезное сделать но потом оказалось что если ты все каждый час стремишься забить чем-то полезным ты в итоге перегораешь ты вообще ничего не хочешь не можешь делать вообще никак то есть в организме есть какой-то ресурс ну который волевой которые идут нельзя так во вторых видеоигры это очень огромная индустрия сейчас это где очень талантливые люди работают и художники и аниматоры и сценаристы и музыканты и оттуда можно черпать вдохновение бесконечно практически то есть я считаю что это круче чем киноиндустрия даже сейчас она во первых сейчас очень огромная не то что раньше там раньше игре делали энтузиасты какие-то да там на коленке а сейчас игры делают такие профессионалы и там и ганс циммера приглашает в качестве композитора игрового то есть вот почему нет это очень здоровский это уход другой мир когда ты в нашем мире что-то там делаешь и там тебе надоело наскучило а ты ушел в другой мир как будто в отпуск съездил на выходные то есть такое выражение что если у вас когда-то были родители то копите на психотерапевта ты уже успел где-то так на ошибаться чтобы вот через какое-то время ульяна тебе сказала ох папа папа зачем же ты это сделал но я надеюсь что пока нет но ульяне всего полгода еще есть еще есть время на ошибаться да но у нас у нас вообще на все на все и свое мнение вот с супругой мы как мы читаем много книг там стараемся как-то по-современному не так как наши родители говорят а вот мы делали вот так делайте также но кто говорит что вы делали правильно мы одни лезть и мы сделаем по-своему может у нас есть свои права на ошибки свое право ты готов на ошибаться поэкспериментировать на собственной дочери ну я всегда буду делать то что нам кажется правильным наверное все таки и ну и учитывать мнение дочери то есть меня меня в детстве хотели отдать на танцы но я стал сопротивляться и к счастью родители прекратили попытки эти это было очень здорово потому что вместо этого я пошел художку сам пошел вот я хочу чтобы моя дочь тоже могла выбирать что и делать в разумных пределах ну и тогда последний вопрос а если бы ты имел возможность сам выбирать и тебе не нужно было думать о деньгах то чем бы ты занимался какую жизнь вот и вот сейчас бы жил у меня есть три варианта у меня все три варианта в голове когда-то были но в итоге вот один как-то вырос в один вариант это то чем я сейчас занимаюсь реклама брейнг-дизайн то есть он всегда у меня был в голове и был все основным наверно поэтому я здесь два других варианта было снимать кино или делать видеоигры собственно говоря но снимать кино надо все-таки перемещаться центральной часть страны тоже здесь в принципе нет ничего а вот делать видеоигры с этим еще сложнее это сейчас появились на студии в россии какие-то кто что-то делает но топ индустрии все равно находится не здесь не в стране но у нас есть барнауле кстати очень личная компания сейчас есть да раньше такого не было поэтому раньше сказал что надо куда-то ехать для меня это было очень сложно поэтому я не поэтому я все еще думаю что я в эту индустрию как-нибудь попаду и зайду и может быть папа будет любопытно что ты говоришь что нужно было ехать никогда не было желания с такой такой крутизной уехать в москву где как раз тусуются все самые классные ребята было считает было желание конечно был период когда все друзья стали повально уезжать в москву и было очень достался я не знаю на самом деле я смотрел на них и они ехали иногда больше без плана без всего я так не мог ехать надо было какой-то план иметь то есть план план был единиц остальные ехали просто на авось и вот меня здесь не получилось я пойду может москве получится а у меня здесь уже была работа были какие-то деньги уже были была семья были социальные связи какие-то я понял что мне очень тяжело будет это вырваться и общей зоны комфорта на тяжело вырываясь для меня переезд дается тяжело всегда какой-то даже там из квартиры в квартиру то есть я там пострадаю по старому по старой квартире какое-то время например по старой локации где жил раньше вот и старой жизни без ребенка нет пока нет наверное не страдаю иногда бываешь черт я так устал вот сейчас бы там поддохнуть тебе надо заводиться но глобально нет пока не страдаю пока для меня это вот скорее вспоминается как скучная серая жизнь без ребенка да нет спасибо большое пожалуйста вот мне сейчас важно тебя узнать ты врал нет я не врал честное слово честное слово